Перед просмотром рекомендую обратиться к предыдущему видео, чтобы не потерять контекст и не запутаться в хитросплетениях истории. Кроме того, для всех, кто заинтересовался, в конце ролика будет список основных источников и литературы по теме. Приятного просмотра! Удаленное от Средиземноморья греко-индийское царство, которым античные источники хранят интригующее молчание, предлагает исследователям ряд сложных загадок, ответы на которые мы только недавно начали находить. Один из элементов этого пазла находится далеко за пределами греко-индийских владений, на другом конце субконтинента, на острове Ланка. Анурадхапу – город в самом центре Шри-Ланки, а это Руванвели-Махасея, гигантская ступа, внутри которой хранятся реликвии Будды. Построенное в 140-х годах до нашей эры, это сооружение до сих пор поражает своими размерами, высота ее более 100 метров. Постройка столь значимого для всего буддийского мира сооружения не могла не вызвать резонанса. Делегации буддийских монахов прибыли к отвору царя Датагамани со всей Джамбудвипы, Великой Индии. Планкистские хроники упоминают среди прибывших Махадхарма Ракшиту, или великого учителя Дхармы на санскрите, который прибыл с 30 тысячами монахов для укрепления их в основах буддийского учения. Великий учитель Дхармы и его ученики были названы яванами, то есть греками. Дальнейшая традиция рассказывает, что посланы они были на далекий остров по приказу греческого царя Минандра из города Алассанда или Александрия. Единственная обозримая Александрия, откуда могли прибыть греческие монахи, причем в таком большом количестве, была Александрия Кавказская, соотносимая с современным городом Баграм в Афганистане. Печально известный по фронтовым сводкам нескольких афганских войн, древний Баграм был одним из центров буддизма, начиная со II века до н.э. Спустя века в списках покровителей буддийского учения и среди членов буддийских общин будет встречаться имя Менандаса или Мелинда в честь великого учителя веры, адаптированное греческое имя Менандр. Но кем был царь Менандр, посылавший огромное посольство на далекую ланку и память о котором сохранилась на многие века в буддийском каноне? Пророчество его правления будет вложено в уста Будды, а сам царь сделается единственным персонажем-наземцем в классической древнеиндийской литературе. Менандр происходил из греческой семьи, поселившейся в окрестностях Александрии Кавказской, в небольшой Катоике Каласи. Эллинистические цари предоставляли территории, на которых селились колонисты, но при этом передавать по наследству земли и владения поселенцы не могли, вся земля была царская. Катоики были по сути военными поселениями, обязанными предоставлять рекрутов в царскую армию. Они существовали обособленно от городов и были достаточно замкнутым сообществом, из-за чего греческие общины так долго могли сохранять свою идентичность, не смешиваясь с местными народами. О ранних его годах практически ничего не известно. Можно лишь строить предположения. Менандр, вероятно, был родственником царской династии Эфтидемидов, о которых подробно в предыдущей части. Он участвовал в походе Деметрия в Индию и, видимо, стал одним из наместников в недавно завоеванных землях, подчиненный Антимаху II. Когда Эфкратит сверг Деметрия II и подчинил себе Бактрию, он двинулся походом на индийские владения греков. Против него выступили все ставленники свергнутой династии, многочисленная родня Деметрия Аникета, непобедимого, завоевателя Индии. Результаты затяжной войны не вполне понятны. Обе стороны заявили о своей победе. Эфкратит отправился праздновать свой триумф в Бактрию, чтобы сгинуть в горах Гентукуша, а возглавивший коалицию восставших наместников Антимах II принял титул Никефор, победоносный, и украсил свои монеты изображением богини Ники и лавровым венком, символом триумфальной победы. Отличившийся в войне с карательным походом из митрополии Минандр стал его преемником и возглавил новое царство, полностью независимое от гибнущей Бактрии. Граница пролегла в Гентукуше и Парапамизе. Узкие горные перевалы закрыли неприступные крепости. На некоторое время индогреческое царство обезопасило себя от вторжения кочевников из Бактрии. Последним эллинским царям на севере было уже не до похода в далекую Индию. К северу от Гентукуша бушевала гражданская война. К тому моменту невиданные раньше народы Юэджи заняли центральные равнины Бактрии. Центр тяжести смещается к северо-востоку и к северо-западу, в занятые кочевниками районы, где небольшая крепость и избежавшая разрушение становятся столицами новых княжеств. Исчезает греческая верхушка, но многие колонисты продолжают жить бок о бок с новыми пришельцами из степи. Цветущий Айханон был заселен новыми колонистами, далекими от греческой культуры, жителями сельской округи эллионистического мегаполиса. Они сохранили греческие ирригационные технологии. Например, Большой Царский канал вновь был прорыт. Обновлены городские укрепления. Но пришельцы оказались абсолютно равнодушными к прелестям городской жизни в эллионистическом городе. Стадионы, гимнасии, театр и роскошные храмы ветшали и разбирались на строительные материалы. Город избежал масштабных разрушений. Сгорел лишь дворец, огромные руйны которого были приспособлены новыми жителями под поля. В завалах домов начали устраивать захоронения как по греческому, так и по степному обряду. Греки покинули город или же смешались с пришлым населением. Можно предположить, что большая часть жителей города постаралась укрыться в единственном уцелевшем эллионистическом царстве. В Индии. За Гиндукушем Менандр обратил взор на восток. Туда, где на руинах империи Маурьев, объединившей некогда почти всю Индию, процветала династия Шунга. Поход греков на восток в самую глубь индийского субконтинента надолго вошел в историю. В индуистских текстах вторжение эллинов Явана описывается в апокалиптических красках. Юга Пурана, текст с астрологическими пророчествами, задним числом предрекает вторжение чужеземцев с запада. Великие укрепленные города долины Ганга пали под ударами Явана. Менандр осадил Паталипутру, древнюю столицу индийских империй. Глинобитные деревянные стены ее были беззащитны против осадных машин греков, подобных деревьям, как отзывается о них Юга Пурана. Остатки чистокола, упоминаемого древнегреческими авторами, в частности послом и шпионом в Паталипутре Мегасфеном, найдены археологами. Безусловно, для искушенных в осадах больших городов греков такие укрепления не представляли особых преград. Конечно, о богатствах Паталипутра или Палиботры на эллинский лад греки прекрасно знали. К ее стенам, видимо, подходил с войсками Диметрий, а до этого неоднократно ее посещали посольства из отдаленных эллинистических стран, от Птолемеев и Сельфкидов. Греки были уверены, что город был основан Дераклом во времена его путешествия на восток. Новые земли закреплялись в сознании колонистов и первопроходцев благодаря старым мифам, принесенным с собой из далекой эллины. По сообщениям того же Мегасфена, величие дворцов Паталипутры превосходило великолепные Сузы, Вавилон и Персеполь. Даже если это и было художественным преувеличением, то ненамного. Триумфальный поход Менандра вошел в историю и географию. Так, например, античные географы называли самые дальние горы на крайнем востоке Индии горами Менандра. Едва ли хотя бы кто-то из свита Менандра бывал в горах Нага, на границах современной Индии и Мьянмы. Но именно этот царь поставил предел эллинистическому миру на востоке, в долине Ганга. Дальше Менандра никто из его преемников или предшественников не отваживался продвигаться вглубь Индии. Если греки и заняли Паталипутру, то ненадолго. Как и Деметрию, до него Менандру пришлось отводить войска на запад, чтобы вступить в противостояние с другими Явана. Вероятно, угроза возникла на западе, где в горах Гендукуша параллельно существовало еще одно греческое царство. Именно борьба с ним занимала Менандра более всего. Древняя индийская столица так и не стала частью греческих владений. После кровопролитных сражений у ее стен она на время приходит в упадок. Правители Шунгов перенесли свою цитадель подальше на юг, в Видишу, вне досягаемости греческих походов. Граница пролегла где-то в районе Матхуры. Под владычеством эндогреков на границе из небольшого поселка вырос новый прекрасный город, ставший религиозным и политическим центром Северной Индии. Так, по легенде, Матхура считалась родиной бога Кришны. Подобно тому, как почти полвека назад Деметрий пожаловал завоеванные недавно земли Индии своим наместникам, которые сделались вассальными царями под управлением Бактрии, так и Минандр пожаловал управление древним религиозным центром Матхуры местному правителю Ганитре, основавшему династию Митра. Правители из династии Митра чеканили большое количество денег, но нигде не называли себя царями. Этот титул принадлежал грекам. Крупные монеты чеканились от имени Минандра и несли на себе две легенды – греческую и письмо Брахми. С завоеваниями Минандра рождается утонченный стиль Матхурской скульптуры, на века сформировавший эстетический канон Древней Индии. Примечательно, что до прихода греков о масштабных скульптурах в регионе ничего не известно. В правлении Минандра неподалеку от города находят огромные глыбы розового песчаника, рождается узнаваемый стиль, определивший эпоху и помогающий понять облик новой рождающейся индо-греческой цивилизации. До прихода сюда греков окрестности Матхуры были покрыты густыми лесами, пересекать которые по бескрайней нужды местные избегали. Сохранилось наставление странствующим буддийским монахам. В Ангутара Никае сказано «Земля Матхуры гористая, там много пыли, водятся злые собаки и звероподобные якши, подаяние добываются великим трудом». Хозяева здешних мест были якши, боги стихий, покровители лесов, не добрые и не злые, просто иной природы, нежели человеческая. В одной из буддийских легенд брамины Матхуры умоляли Будду унять якши и якши, разоряющих город. Впоследствии Будда обращает этих существ в буддизм, и жителям Матхуры предписано строить буддийские вихары в их честь. Безусловно, это буддийское объяснение того, как местные культы стали частью общебуддийского пантеона. Неудивительно, что первые скульптурные шедевры новой эпохи изображают именно якши. Самая ранняя скульптура Матхуры – это обломок стойки перил или ограждения, окомлявшего священное сооружение. Это якши – женский дух-хранитель. Сразу бросается в глаза тщательное внимание к деталям, яркая особенность нового стиля. Угловатость и скованность позы компенсируются вниманием к бусам, вплетенным в косу, элементам пояса и амулета. Такие якши управляли аспектами жизни и изобилия, их обычно умилостивили для удачи и для здоровья детей. Якши, которые тесно связаны с деревьями, олицетворяют живительную сущность самого дерева – сок, бесформенная вода, наполняющая растение, без которого оно не могло бы жить. Чтобы передать идею жизненной силы и изобилия, якши изображают в виде молодой девушки с широкими бедрами. Олицетворение живительных вод по своей сути благоприятно. Присутствие якши должно было указать посетителю на благое место, где его молитвы будут точно услышаны. Неподалеку от Матхуры сохранилось колоссальное изваяние высотой в 2,5 метра, изображающее Манипхадру – сына бога благополучия. В надписях и текстах он в первую очередь служит защитником странствующих торговцев, дарителем богатства или божеством, способным подавлять вспышки оспы. К его защите обращались главы караванов во время опасных переходов по безлюдным, населенным злыми духами местам. Поэтому неудивительно, что это первое в истории Индии колоссальное изваяние возникло на основном торговом пути вдоль Ганга, соединявшего два важнейших региона Древней Индии. Подобных монументальных скульптур раньше не возводили. Вероятно, этот колосс был вдохновлен знакомством с греческой монументальной скульптурой. Фасон одежды, легкая драпировка ткани, подол платья, грозная статичная поза намекают на западное влияние, проявившееся в деталях, органично вплетающийся в местный символический язык. Символ сил Якши очень скоро нашел параллели в греческом искусстве. В Бактрии и Ганхаре встречаются изображения атлантов, держащих на своих плечах мир. Иконография их встречается на рельефах династии Шунга в виде Якши и дальше на восток. Атланты Якши, подпирающие мироздание, становятся распространенным мотивом в индуистской и буддийской архитектуре. Среди самых ранних барельефов есть и более яркие цитаты с греческого искусства. На двустороннем рельефе, венчавшем вход в некое сооружение, изображены мифические существа, поклоняющиеся ступе. А среди них кентавры. Персонажи, безусловно, из греческой мифологии. Это участники процессии Диониса на восток, который, как были уверены эллинские колонисты, принес в Индию цивилизацию и законы. Более загадочный образ, навеянный эллинистическим искусством, Ангипед, змея-ногий, отождествляющийся с поверженными титанами, как они изображены, например, на алтаре в Пергаме в Малой Азии. Здесь он стал ассоциироваться с подземными хтоническими божествами, к которым обращались во время экстатических ритуалов, о которых упоминают греческие путешественники. В лесах Центральной Индии более всего поклоняются Дионису. Традиции поклонения якши, связанные с танцами, ритуальным опьянением и оргиями, должны были напоминать грекам о вакханалиях и прочих элементах дионисийского культа. Мифические существа и сцены пира – первые попытки найти общий язык. Еще нельзя говорить о взаимопроникновении культур. Цивилизации пока только учились говорить друг с другом, подбирая точки соприкосновения. Гораздо ощутимее в новом искусстве другое иноземное влияние, более неожиданное – наследие Персидской империи. Хотя Великая Империя Ахименидов погибла полтора века назад, именно имперский стиль Персеполиса стал олицетворением государства, власти и порядка. Кроме того, исследования ДНК захоронений индогреческого времени в новооснованных поселениях показывают, что большинство пришедших с Минандром в Центральную Индию поселенцев были персами и восточными иранцами. Зубчатые узоры, капители с грифонами, растительный орнамент – все это наследие иранского стиля. Великолепие лежавших в руинах дворцов Суз и Персеполя поражало жителей Индии сильнее, чем мрамор дорических колонн. Немного наивная терракота из Матхуры изображает, как выглядели эти колонисты. Они одеты в персидское платье, хотя и не носят характерные головные уборы и обувь. Наконец, на дверном косяке из Матхуры, изображающей танцующую якши, есть еще одна важная деталь – изображение крошка людей, слушающих оратора. Еще с поздневедического периода считалось, что при жертвоприношении должны присутствовать знатоки загадок, которые состязались друг с другом в замысловатых формулировках. Так родилось искусство вакавакья – искусство задавать сложные вопросы. С загадок начинается философия, поскольку очень скоро мудрецы Риши в своих условиях дошли до того, что стали загадывать абстрактные категории понятия, разгадать и сформулировать которые можно было лишь при помощи силогизмов. Так появляется профессиональный класс спорщиков, блуждавших по Индии и собиравшихся в дождливый сезон на окраинах городов проводить дискуссии. Ко времени греческого вторжения был сформирован канон вопросов, необходимых для обсуждения – конечен ли мир, идентичны ли знания и сознания, состояние ума рождаются внутри сознания или под внешним воздействием и т.д. Состязания мудрствующих сделались одним из излюбленных видов спорта. Например, странник Пасур облуждал по стране и ставил на всех городских воротах веточку дяблоневого дерева в знак вызова местным диспутантам. Потомственный спорщик Сабхи с тезисами учебника под мышкой за крупную сумму учил отпрысков знатных семей все доказывать и все опровергать одновременно, с главной задачей – побеждать в спорах по любому принципу. Большим любителем и знатоком канонов спора был и греческий царь Минандр. Этому искусству он обучился, скорее всего, в эллинской среде, а знакомство с индийской традицией произошло в цветущей таксиле. Крупнейший город индогреческого царства, таксила, была еще важнейшим интеллектуальным центром всей Индии. Мудрецы со всей страны собирались в таксиле и преподавали всем желающим. Не брезговали приобщиться к академической деятельности и сильнейшие мира сего. Например, всесильный визирь Чанакья учил гармоничному мироустройству. Создатель математической системы описания языка, сравнимый с машиной Тьюринга, великий Панини, был одним из наставников во времена персидского владычества. Видимо, в таксиле же Минандр познакомился с ведами и четырьмя принципами индийской философии. Одно из грандиозных буддийских произведений – Мелинда Панья, или «Вопросы Мелинды», описывающая спор царя с буддийским проповедником Нагасены. Начинается с того, что царь, проведя смотр войск, решил скоротать время в ученых спорах с придворными мудрецами, но никто из них не давал ему внятных ответов о сущности мироздания. И тут, сотрогав гималайских гор, в прекрасную столицу Минандра Сагалу, прибывает Нагасена. Поразительно, как близко завязывается история. Далекий житель Гималаев не был чужд греческой традиции. Его учителем был Нигий Тхармаракшита, исторический персонаж, упоминающийся еще в надписях Ашоки, как ученый-грек, наставник аналитического знания. Тхармаракшита возглавлял одну из миссий царя-проповедника в греческих колониях на берегах Инда. Сто лет разделяет две беседы – грека-наставника с царем Ашокой и его ученика с царем Элина. Жизнь этих двух почтенных старцев охватывает весь период греческой колонизации Индии, от первого знакомства с Великой Империей Маурьев до смелых завоеваний Минандра. Формат произведения «Вопросов царя Мелинды» поражает исследователей. Это диалог, так похожий композиционно на сократические диалоги, популярные среди греческих колонистов. Словно следуя сократовскому принципу «пусть тот, кто победит в споре, будет среди нас царем», Мелинда, потерпев поражение в дискуссии, передает царскую роль буддийскому проповеднику и, прикрываясь тем, что он иностранец, начинает расспрашивать Нагасену о сути его учения. В конце каждого удачного тезиса царь повторяет «калло». Слово из санскритского словаря «уместный», «здравый» не совсем верно подходит по грамматическому контексту. Это не что иное, как «каллос», выражающее согласие и записанное на санскритский манер. Так соглашаются ученики с сократом после особо удачного пассажа. Сложно сказать, насколько автор буддийского произведения воспроизводят настоящую беседу эллинистического царя. По крайней мере, часть глав вопросов Мелинды была написана на Шри-Ланке спустя века после смерти правителя. Но первоисточник, ибо же сам правитель, был знаком с диалогами Платона. В полемике с буддийским монахом Менандр так часто прибегает к платоновскому символизму, что складываются впечатления, а не подглядывал ли царь в собрание диалогов. Вернее, даже в один, в диалог Тиетет. О чем же спорили буддийский монах и неравнодушный к Платону эллинистический правитель? Рассуждая о том, как части соотносятся с целым, собеседники обращают внимание на колесницу, пассаж, не характерный для индийской литературы, но почти это дословная цитата из диалога Тиетет. Сокраф Тиететти говорит о том, что множество деталей, из которых состоит колесница, образуют единое целое и получают полную осмысленность, лишь когда соединены вместе. Нагасена принимает условия, но делает из этого пассажа буддийские выводы. Есть слово, применимое к состоящему из множества частей предмету, но из самого слова не очевидно, что это за предмет. Ведь целая – это иллюзия, просто собранная вместе хаотический элемент. Следующий вопрос – откуда происходит становление человека? И вновь цитата Платона. Безусловно, через запечатление или впечатление, как говорит Сократ, что в душах есть восковая дощечка, у каждого своя, в которую впечатываются ощущения и мысли, каждый раз с разным нажимом и глубиной. Минандр говорит о следах, отпечатках и колеях, по которым ступает разум. И вновь Платоновский пассаж принимается собеседниками, только Нагасена уточняет – чувственное сознание опережает разум, именно оно прокладывает эти самые отпечатки в душе. Тогда Минандр пользуется коварным приемом – вооружается словом из греческого философского словаря, незнакомого оппоненту, спрашивая, представляет ли из себя нечто «знаток». Слово «ведагу» немного неверно грамматически и нигде не встречается в буддийских текстах, оно ставит Нагасену в тупик. Вновь вспоминая сократический пример, Минандр рассказывает о душе, наблюдающей за миром посредством каналов ощущений. Прохаживаясь патронного зала, Минандр показывает на окно, наблюдатель может подойти к любому из окон и взглянуть на мир под разным углом, так и душа пользуется отдельными окнами – органами чувств. Точно так же Сократ объясняет Тиетету, что душа пользуется чувствами как инструментами, она и есть наблюдатель – Арестеман. На что Нагасена начинает опровергать не само существование души, одно из важнейших положений буддизма. Он доказывает, что диалога между разумом и чувствами быть не может, поскольку разум опережает чувства. Увлекаясь спором, он принимает терминологию оппонента и приступает к критике Платона, исходя из платоновских же терминов. Сложно сказать, какие из частей рассуждения Мелинды были добавлены позже, чтобы приспособить его под буддийскую традицию, но цитаты из Платона очевидны. Копируя внешние формы, автор вкладывает в знакомый, просвещенный Мелинам символизм буддийский смысл. Вероятно, буддийских общин во многом благодаря как раз таким отсылкам. При этом сам Платон, особенно поздний, орфический, должен был звучать очень знакомо для индийских слушателей, в первую очередь джайнов, разделявших идею грязи, налипающей на снизошедшую на эту землю душу. Для очищения ее и возвращения домой необходимы были практики аскеза, то есть шлифовки, очищающие душу. В этом платоники и индийские практики были солидарны. Но даже философский разговор время от времени прерывается тревожными темами. И судя по тому, как живо реагирует на них Минандр, его мысли более заняты насущными проблемами, нежели философскими рассуждениями. Например, «Скажи, государь, спрашивает Нагасена, бывает ли, что цари, соперники твоей неприятели и недруги на тебя войной идут? Да, почтенные, бывает». Государство Минандра обезопасило свои восточные рубежи. Империя Шунгов была не в состоянии удержать под контролем всю Магадху. И многочисленные местные цари, племенные династии и свободные города боролись за контроль над долиной Ганга. Опасаться вторжения с востока не приходилось, однако и продолжать завоевательные походы туда не представлялось возможным. Костяк армии Минандра составляла иранская конница, бесполезная в густых лесах дельты Ганга или Центральной Индии. Основные соперники располагались на севере и северо-западе государства. Так, за перевалами Гиндукуша правил Заил, судя по всему, один из наместников Ифтидема II. Когда метрополия погибла, Заил обратился на восток и затеял вражду с Минандром. Следы этого противостояния можно увидеть на монетах. Некоторые из драхм Заила перечеканены поверх клеем Минандра, надежное свидетельство их противостояния. Заилу, видимо, удалось заручиться поддержкой кочевников с севера, занявших равнины Бактрии. Намек на это мы можем найти на его монетах небольшой скифский гук рядом с палицей Геракла. По другой версии, Заил сам был из смешанного брака. Полускиф, полуээлин, он продолжал отстаивать честь погибшей Бактрийской династии Эфтидемидов. Постоянно опасаясь вторжения из-за гор, Минандр укрепил свои цитадели. Например, здесь, в Барикоте, древней крепости, контролирующей один из немногих сухопутных путей в Индию, была построена новая цитадель с характерной греческой планировкой. Расстояние между башнями составляет ровно 28 метров или один оттический плефор. Причем перестроенная крепость замечательно иллюстрирует устройство индо-греческого государства. В высокую укрепленной цитадели, где жили местные власти, встречается иранская и греческая керамика. Тогда же нижний город был заселен переселенцами из Центральной Индии. Точно так же, как и в Бактрии, пролегает незримая черта между греками и индусами, с той лишь разницей, что греческих колонистов становится все меньше. И подалеку от Барикотов, буддийской обители в Будкаре, в 2021 году археологи нашли следы масштабных строительных работ, датированных эпохой Минандра. Последователь Тхармы, одновременно смиренное буддийское признание и идеологический ход, перекличка со знаменитым титулом Тхармараджа, погибшей империей Мауриев, преемственность с которой так настойчиво хотела подчеркнуть греко-индийское царство. Как выглядело поклонение ступи и какой был облик у новообращенных в буддизм греков из царского окружения, помогает понять вот этот рельеф из Санчи, города под властью вассальной династии Митра. Короткие прически, подхваченные лентами, флейты авласы, несколько архаического вида пилоса на головах, неизвестные в Индии сандалии, западного вида туники, все это выдает в них иностранцев. Так выглядели жители последних независимых эллинистических государств. Наиболее загадочными персонажами этого рельефа являются вот эти музыканты с длинными трубами неизвестного в Индии и Центральной Азии типа. Они поразительно похожи на знаменитые корниксы, кельтские боевые трубы, наводившие ужас на противников своим протяжным воем. За сто лет до основания ступы в Санчи в середине третьего века до нашей эры отряды кельтов вторглись в Малую Азию, поселившись в области, которая получила название Галатия. Будучи превосходными воинами, галаты служили в армиях всех хеллинистических монархий в Малой Азии, Сирии, Месопотамии, Ливии. Находки кельтского оружия и предмета встречаются даже в отдаленных военных поселениях на южных рубежах Египта. В том числе сохранилось несколько корниксов, обязательных атрибутов кельтских воинов. Но как могли эти наемники попасть в изолированное царство Минандра? Сухопутное сообщение со Средиземноморием уже давно прервалось. Индийские колонии греков были отрезаны от Эллады ордами кочевников и крепнущей Парфянской державой, строго следившей за тем, чтобы деньги и оружие не попадали к заклятым врагам на Востоке. Ответ кроется здесь, в Синде. Спустя 150 лет, когда здесь появятся уже римские торговые фактории, местные будут указывать на величественные руины, приписывая их основание Александру Македонскому. Учитывая, что царь-завоеватель никогда не добирался до этих краев, лишь некоторые из греческих монархов контролировали выход к Индийскому океану и могли себе позволить масштабные строительные работы. Для Минандра выход к морю был ключевым. Море обеспечивало тонкую связь с другими греческими поселениями. Взамен на изысканное произведение средиземноморских мастеров, наемников, тканей, греко-индийское царство могло отправлять основную свою драгоценность – специи. Но так же, как шелковый путь пока еще не появился, морской путь из Индии в Египет считался опасным и сложным. Его золотой век еще впереди. Впрочем, из укрепленных портов Синда отходили огромные корабли, которыми хвалится Минандр перед Нагасеной. На некоторых островах Индийского океана существовали греческие колонии, как, например, на острове Сокотра у берегов Йемена. А монеты, отчеканенные Минандром, встречаются по всему Средиземноморью. Некоторые из них очутились даже у берегов Британии. О том, каков был конец великого греко-индийского царя в наших источниках содержится путаница. Буддийская традиция уверяет, что Минандр стал Архатом, просветленным, удалившимся в Нирвану и оставившим царство сыну. Тогда как западные источники слышали о том, что Минандр погиб внезапно во время военного похода. Учитывая постоянные его войны с греческим царством в Гиндукуше, это вполне возможно. Тем не менее, популярность Минандра была огромна. Страбон пишет, что города его царства спорили о том, где обретет покой тело царя и договорились разделить прах на части, поместить его в реликварии и воздвигнуть монументы над ними в каждом из городов. Безусловно, это очень похоже на то, как прах Будды помещался в основании ступ. Такие реликварии пользовались всемирным почетом и о каждом из них ходили легенды. Помимо буддийского характера этого ритуала, Минандр считал себя прямым потомком македонских царей, характерной особенностью которых был царский культ. В Македонии могилам обожествленных царей поклонялись, им приносили жертвы, животное черного цвета закалывалось на могиле и кровь стекала по особому желобу внутрь, а жертва целиком сжигалась. Это был культ эвергетов – благодетелей или сотеров – спасителей. Особыми его чертами, отличавшими культ благодетелей Македонии от большинства эллинских обрядов, был экстасис и проскинесис – экстатические возгласы и простирание ниц перед царем – наследие эпохи персидского владычества. Греческие авторы этой эпохи, современный Минандру, с презрением говорят о греках-полукровках с востока, которые обожествляют своих царей и падают перед ними ниц на восточный лад. Вероятно, для греко-македонцев Минандр был сотером-спасителем, подобным царям Древней Македонии, а для буддийских подданных – архатам. И те и другие соглашались с тем, что весь мир, хрупкая гармония между греками, персами и индийцами, существует лишь благодаря воле царя. Минандр – последний из греко-индийских царей, который упоминается в западных источниках. Но после его смерти в 130 году до н.э. еще полтора столетия существовали греческие государства в Индии. Опираясь на археологические находки и восточные источники, с большой осторожностью можно реконструировать их историю. Перед нами предстает калейдоскоп правителей, чаще всего известных лишь по их монетам. После смерти Минандра разразилась гражданская война. Его малолетний сын Стратон был еще слишком мал, чтобы занять престол, и поэтому регентом при нем выступила Агафаклея. Вероятно, многие местные цари и наместники Минандра отказались признавать ее власть и перешли к Зуилу, обрушившемуся на царство Агафаклея с запада. После затяжных войн Индогреческое царство оказалось разделенным на несколько частей. Более ни один из эллинистических монархов не собирал всю державу под своей властью. Горная долина Гентукуша и Парапами соконтролировала Зуил. К сожалению, его внушительных размеров царства практически не изучены археологами. Руины культового центра в городе Бост и руины царской цитадели в Кантагаре еще ждут своих исследователей. На востоке, в Гандхаре и Панджабе влияние Агафаклея постепенно замещалось ее сыном-стратоном. Сначала он появляется в доспехах на обратной стороне ее монет, затем появляются двойные монеты и, наконец, остается лишь один стратон. Здесь мы вновь сталкиваемся с успешным использованием двойного символизма. Соединенные вместе большой и указательной пальцы это жест ветра камудра, символизирующий передачу буддийского учения. Очевидно, что для буддийских подданных стратон, принявший титул последователь Адхармы, подчеркивал свою близость к Архату Минандру. Его познание Адхармы получено от просветленного. В греческом риторическом каноне этот жест принадлежал ораторам, назидающие речи, призыв к немедленному вниманию, властный жест царя, пытающегося объединить распадающееся государство. Впрочем, объединить страну ему едва ли удалось. Один из его южных наместников, Гелиокл II, сверг неудачливого правителя, большинство монет стратона перечеканены узурпатором. Начиная со 110 года до н.э., Индогреческое царство погружается в хаос гражданской войны. Если раньше можно было говорить о двух центрах притяжения на Западе и Востоке, то теперь многочисленные претенденты на престол увязли в междоусобной борьбе по всему царству. Некоторые, подобно Лисию на Западе, в Гентукуше пытались узурпировать славу Деметрия, подражая его шлему в виде головы слона. Его преемник или соперник, Антиалкит, захватив так силу, чеканил монеты с Зевсом, который торжественно шагает вместе со слоном. Изображение Будда в эту эпоху все еще не приветствовалось. Присутствие просвещенного изображалось посредством символов, и слон был одним из важнейших. Помимо необычной иконографии, Антиалкит известен благодаря очень характерному памятнику. Далеко на Востоке, в столице династии Шунга, в Ведиши, в древнем храме Васудевы, была воздвигнута вот эта колонна. Надпись о ее основании гласит, что это великий штандарт с птицей Гарудой, посвященный великому богу Васудеве. Штандарт воздвигнут Гелиадором, сыном Диона из Токсилы, посла Антиалкида к царю Хагабхадре. Примечательно, что в качестве божества выбран вишнуистский бог Васудева, отец Кришны. Если ранее греческие общины тяготели к буддизму, то здесь наглядное свидетельство знакомства эллинов с индуизмом. Более того, иконография Васудева в вишнуизме формируется при греческом посредничестве. Первое изображение этого божества появляется именно на монетах индогреческого правителя. Здесь Васудева изображен с раковиной Шангхой, символизирующий звук, которым была создана Вселенная, и колесом Сударшана Чакра, колесом времени, созданном из космической пыли. Видимо, греческий мастер копировал какой-то индийский подлинник. Помещенный над головой божества зонтик, как символ царственности, превратился в причудливый головной убор, который тоже вошел в позднейшую иконографию. Безусловно, династия Шунга была ценным союзником в гражданских войнах в греческом стане, поэтому посол так подчеркивает свое благоговение перед обожественным героем династии. Подобно тому, как сто лет назад Индия Цубхотев Кандагария в своей посвятительной надписи на безукоризненном греческом цитировал Гомера, так и Гелиодорна Пракритис с несколькими сложными санскритскими оборотами демонстрирует свою приверженность индийской культуре и цивилизации. Автор явно гордился своими познаниями в древнем языке и классической литературе, ведь ниже следует цитата из Махабхара. Исторический цикл завершился. Пришельцы Явана стали органической частью индийского общества, но на этом история не заканчивается. Неподалеку от колонны Гелиодора в Бхархуте найдено одно из самых известных изображений греко-индийского воина. На его ножнах изображена Нанипанда, знак Бакананти, спутника Шивы. Его мы очень часто можем встретить на греко-индийских монетах. В правой руке, будто намек, он держит виноградную лозу, один из символов пришельцев с запада, распространивших в Индию культуру виноделия. А кроме того, символ дионисийского посвящения. В надписи над головой из вояния сказано, что это дар мирянина Махилы. Искаженное ли это греческое имя, или перед нами индеец, одетый на западный лад, мы никогда не узнаем. На излете греческой цивилизации в Индии все труднее проводить грани между потомками колонистов и местной аристократии. Войны, раздиравшие индо-греческое царство, продлились до 80-х годов до нашей эры. Греческие торговые поселения навсегда ушли с берегов Индийского океана. Колонии отступали вглубь материка, в Панджаб и Гандхару. Установился хрупкий баланс сил. Артемидор правил в Пушкалавате, Архибий к югу от него в Токсиле. В то время как через перевалы Арахозии двигался враг. Заклятый древний враг, грозивший положить конец раздробленным эллинским царствам. Враг – предвестник новой эпохи. Об этом в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok